Субтитры создавал DimaTorzok Держи же ты! Что случилось? Она обещала ждать, понимаешь, Серега? Обещала! Витя! Полюбила другого. Бывает. Честно все написала. Так долго ждать не каждый выдержит. Вика. Вика. Слушай, Вить, а давай после дембеля махнем ко мне в деревню? Мы с матерью вдвоем живем. У меня ни братьев, ни сестер. Поживешь, отдохнешь. Понравится, останешься. Работать начнем. Матери помогать будем. Она сейчас там одна со всем хозяйством управляется. У меня мать, женщина, во! Добрая, хорошая. Увидишь, тебя как родного примет. Поедем. В Горске я все равно не вернусь. А больше мне ехать некуда. Спасибо тебе, Серега. За все спасибо. Витя Атас, патруль. Встречаемся в части. Понял. Стой! Серега! Пьяные были. Он выскочил на дорогу и попал под грузовик. Если б не это письмо, получается, Серега из-за меня погиб. Перестань. Ты тут ни при чем. Подлянка судьбы. Домой едешь? Нет. В деревню к Сереге. Решил, после дембеля поеду к нему на могилу. Понимаю. Пойдем допьем, что ли? Да, сейчас. Домой絵. Решил, после деревьев. Продолжение следует. Продолжение следует... Пойдем accusи. Продолжение следует... На, держи. Там, с обратной стороны, мой мобильный, будешь в Питере, звони, не стесняйся. Спасибо. Поднимайтесь. Ну все, пока. Пока. Не прощаемся. Здравствуйте. Скажите, а Вера Сергеевна Сенцова здесь живет? А зачем она? Я Виктор Завьялов, друг Сергея. Мы служили вместе. Здравствуйте, Виктор. Вера Сергеевна, я о Вас Сереже много рассказывал. Я сейчас и только к нему. Пойдемте со мной. Здравствуй, Зина. Не здешняя, я чужая. А чужих в деревне не любят. Меня муж сюда привез, тут у него родня, брат с женой. У меня никого. Я бы уехала, только некуда. Да и Сережу не могу бросить. За Серегу. Вечная ему память. Знаете, первое время после гибели Сережи я не могла на улицу выйти. Стыдно было. Его нет, а я живу. Вы почему ничего не едите? Давайте я за вами поухаживаю. Спасибо. Я сейчас горячего принесу, а то вы пьете и не закусываете. Я хочу выпить за вас. За меня? Сергей вас очень любил. Матери любят своих сыновей. Сыновья матерей. Не всегда. Мне вот любить некого. Я свою мать никогда не видел. Она бросила меня сразу же после рождения. Вы дитомовский? Бабушка воспитывала. Она жива? Нет. За вас. Спасибо. Уже поздно. Завтра понедельник. Вставать рано. Пока до Забельска доберусь. Я работаю на мебельной фабрике. Бухгалтером. Наша фабрика на всю Россию славится. Вера Сергеевна, можно мне остаться? Пожилу у вас немного. Помогу в хозяйстве. Ну, оставайтесь. Конечно. Я вам на сеновале постелю. Нюр, чё? Нюр, иди сюда-то. Зачем? Да иди. Чё тебе? Кто у Верки поселился, знаешь? У Верки? Ну? Нет. Я у неё не была после сорока дней. Так это когда было? Ты сейчас зайди. Чё вдруг? Мужик у неё. Мужик? Сдурела, какой мужик? Её мужик сама знаешь где. Молоденький этот. Как Серёжка. Нюрка! Проснулся, рыболов хренов. Ты, Нюр, Фёдор, ты скажи. Ладно, скажу. Ты иди, Зин, иди. Федь, слышь, Верка мужика себе завела. Не болтай. Зинка сказала, живёт у неё. Ты меня слушай. Зинка врать не будет. Ай, чё-то заболел я. Ещё б не заболеть после такой рыбалки. Да, вчера вообще клёву не было. Так всю неделю не клевала. Ты, зараза. Ладно, пошла я. Куда? К Верке, узнаю, что за мужик у неё поселился. Вся деревня в курсе, кроме нас. А после сразу к Завайке. Сил нет терпеть. Башка не раскалывается. Вера, дома? Нет, на работе. А ты кто? Друг Сергея. Мы служили вместе. А вы? Я? Родственница Верина. Очень приятно. Виктор. Нюра, откуда будешь? Из Горска. Погостить приехал? Угу. Ага. Понятно. Передай Вере, я заходила, ещё приду. Хорошо. Как всегда. Да, ещё хлеба и пачку соли. Сразу не могла сказать? Ходи тут по сто раз. Нюр, неужто правду бабы про Верку говорят? И что говорят? А то не знаешь. Не знаю, знать не хочу. Зоя. Ну? А сказать, что про тебя говорят? В область ушёная. На. Видала его? Видала. И что? Молодой, красивый. Да я не об этом. Спросила его, кто он, зачем к Верке приходил. Говорит, что Серёжкин друг. Служили вместе. Надолго к нам? Не сказал. А Верке уже вся деревня судачит. Люди вопросы разные задают. А ты молчи, не отвечай. Не станет она. Нет. Кольку побоится. Где Колька, а где Верка? Подождём чуток. Может, он уедет. А может, и вправду Серёжкин друг. Чё ждать-то? И так всё ясно. Цыц. Можете идти спать. Ополоснуться хотите? Я сам наберу. Ну, тогда я вам полотенце принесу. Как следует разотритесь, а то заболеете. Вода в колоцах обуду. Я закалённый. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А тебе-то что? Платье новое сшил или подарил кто? Не угадала, купила. Дорогое, небось. Очень. Что тебя ещё интересует? А я приходила. Тебе передавали? Передавали. Федя интересуется. Не слишком ли загостился у тебя этот? А ему какое дело? Ну, родственник, всё ж. Мужнин брат. Ах, вот оно что, брат, объявился наконец. А где он был тогда, когда я без мужика? Серёжа на руках одна осталась. Когда мы с голоду подыхали, где он был тогда, я тебя спрашиваю. Никто мне не помог, ни ты, ни твой муж. А теперь забеспокоились. Вера, опомнись, послушай, что люди говорят. Какие люди? Наши деревенские. Да плевала я на них. Постыдилась бы при живом тому же. Не бери грех на душу. Он же тебе в сыновья годится. Вера, у нас так не принято. А что у вас принято? Ненавидите меня за то, что я не ваша? Если Колька узнает, что у тебя мужик завёлся. Мужик? Да пошла ты. Федя-то что передать? А передай, что он мне вместо сына. Понятно? Понятно. Люблю готовить. Кто вас научил? Бабушка. Она поваром была? Нет учительницы, но готовила хорошо. Устали? Немного. Отчёт составляла. А я все дрова нарубил и уложил под навесом. Завтра сараем займусь. У него не крыша, а решето. Спасибо. Вкусно как? А вы почему не едите? Приятного аппетита. И вам тоже. Здорово, Федя. Физкульт, привет! Ух, новенькие кудят. От Кольки есть что-нибудь? Ничего. Имя часто писать не положено, сам знаешь. Знаю. А вот ты напиши. Напиши, напиши. Брат, всё-таки. Чё писать-то? А про Верку. Про жену его. Напиши, что с мужиком путается. Да как бы мужик. Он ведь пацан ищет. Завидуешь? Кому? Верке. Очень надо. Чё и завидовать-то? А то скажи. Подыщуете какого-нибудь завалящего. Всё лучше, чем одной куковать, а? А ты, Федя, обо мне не заботься. Не надо. Тебе есть о ком заботиться. А я жила без мужика. И дальше жить буду. На кой хрен они вообще нужны, эти мужики? Особенно такие, как ты. Бабам тошно мы нарочно будем мальчиков любить. После гибели отца я одна осталась. Мне тогда 17 исполнилось, только школу закончила. Мама я не помню, она в родах умерла. А отец как погиб? Как Серёжа, под колёсами машины. Да-да, как Серёжа. Не знаю, что ей думать. Имя одно, смерть одна. Всегда мечтала в медицинский поступить. С детства представляла себя в красивом белом халате. Здравствуйте, больной, проходите, садитесь. На что жалуемся? Но когда осталась одна, было уже не до мечты. Вкалывала с утра до вечера, чтобы как-то прокормиться. Потом закончила бухгалтерские курсы. В 18 вышла замуж. По любви. О бандитских похождениях Николая я ничего не знала. Через месяц после свадьбы Николая посадили. Серёжка без него родился. Отсидел, вышел. Начал пить. А здесь как оказались? Дружке в долг дали, а он не расплатился. Пришлось продать родительскую квартиру, переехать сюда. В дом его покойной бабки. А потом Николая снова посадили. Вы совсем продрогли? Давайте я вам горячего чая подолью. Не надо, спасибо. Высохла. Можете надевать. Где же вы её так запачкали? Крышу чинил. Оставьте, я простерну. А пока можете надеть Серёжину. Она совсем новая. С этим костюмом куплена. И туфли вот. Он их так ни разу и не надел. Хотите помирить? Берите. Берите же. Спасибо. Ты чего? Ничего. Всё из-за них. Говорил тебе. Он же сколько тут времени торчит, а мы всё не чешемся. Ой, Господи. Ложись давай, завтра поговорим. Ну как? Жених. А галстук почему не надели? Я не умею завязывать. Ничего, научу. Я Серёжу научила. Это очень просто. Вот смотрите. Левый конец галстука должен быть короче, правый длиннее. Вот мы его перебрасываем. Ещё раз. Теперь просовываем сверху. Теперь вниз. Затягивай. Вот так. Ну, Верка. Ну, тварь, а. Своими руками задушу. Кольке надо писать. Зачем? Что он сделает? Прискачет? Сам к ней схожу. Поговорю. Не надо. Я с ней уже говорила. Ну, тогда я с ним пообщаюсь. Пора нам уже и познакомиться. Ты куда? В клозет. Виктор, Витя. Пойдёмте в дом. Тут сыро. Простудитесь. Казахстан. Казахстан. Витя, вы спите? Нет. Хотите воды? Хочу. Пожалуйста. Спасибо. Отпустите. Слышите? Не смотри на меня. Почему? Не надо, пожалуйста. Хорошо, не буду. Вера. Что? Ими у тебя красивое. Я мать твоего друга. Ты хоть это понимаешь? Ты красивая молодая женщина. Я мать твоего друга. Вера. Вы не должны. Там нельзя. Мне страшно. Не надо никого бояться. Ты слышишь? Слышу. Ишь ты какой. Уже и голос повышаешь. Извини. Это я утром такой буйный. А вечером? Тихий. Как мышь. Господи. Еще месяц назад мне совсем не хотелось жить. Давай знакомиться. Мусье. Федор я. Никитич. Брат мужа Веркиного. Слышал про такого? Виктор. Как жизнь молодая, Витя. Я гляжу, Верка тебя как родного принимает. Уже и велик Серегин подарила. Добрая душа наша, Верка. Ну а сама-то она как? Ой, чувствую неплохо. Надолго к нам? Надолго. Ну что ж, мерси. Спасибо, значит. А скажи-ка мне, Витя. Только откровенно. Ты ей, Верке, кем приходишься? Мужем. Так муж вроде у нее есть же, здорово, слава Богу. Братом. Братьев у нее отродясь не было. Сыном. Был у нее один. Серегой звали, он на земле лежит. Так кем же тогда? Да. Что-то не получается у нас с тобой разговор, мусье. Раз так, слушай меня внимательно. Если ты завтра из поля моего зрения не исчезнешь, я братану моему, Николаю Никитичу. Письмишко черкнул, что ты с его Веркой. У него на свободе много хороших пацанов осталось. А теперь вы меня послушайте, Федор Никитич. Никуда отсюда я не уеду. Поняли? И братца меня своим не стращайте, пуганный я. Будьте здоровы. Дай проехать. Задавлю. В сторону. Я вижу, грозный ты больно, мусье. Ладно, не буду тебе мешать. Езжай, крути педали. Только, только потом ни о чем не жалей. Я Витя. Предупреждаю один раз. Открыто. Можно? Заходи, Гуль пришел. Не ласково ты меня встречаешь, Вера. Не по родственному. Угостишь? Борща могу свежего налить. Борща оставь солдатику своему, оловянному. Мне налей что-нибудь покрепче. Может, хватит? Я сам знаю, когда хватит. Ты что тут раскомандовался? Я тебе не Нюра. Наливай. Себе рюмку возьми. Зачем? Бери, говорю. Сережку помянем, племеша моего. Садись. За сережку, земля ему пухом. Чё делать будем, Вера? Ты о чём? Верка, ну хоть я Кольке ничего не скажу. Вера, ну чё ты? Я ж давно к тебе испытываю. Ты ж знаешь, Вера. Да не бойся, Вера. Не бойся, не бойся. А мне не бойся. У меня душа пылает от боли. Отпусти меня! Отпусти меня! Верка, не брось ломаться! Солдатику, значит, можно, а мне нельзя! Нехорошо это, Вера. Не по родственному. Нет! Я ведь Кольке могу написать, про твои похождения! Нож убери! Обаю! Не подходи! Не удалось нам договориться. Жаль. Теперь пеняйте на себя. Мадам. Ты зачем к ней гадил, Федь? Ты чё так делал? Я ж с ней уже говорила. Заткнись. Ну, Верка, вот гадина! Замолчи! Думаешь, я не понимаю, да? Уйди, сказал, хуже будет! Копель несчастный! Да пикни! Пикни ещё! Сука бесплодная! А дура я! А дура я! А дура! Федя! Родненький! Прости меня! Родненький! Умывайся и давай ужинать. Что-то случилось? Ты инструменты купил. Вера, что случилось? Тебе надо уехать. Что? Почему? Колькины дружки на свободе. Им человека убить всё равно, что муху прихлопнуть. Но это я уже слышал. От кого? От родственничка твоего. Он приходил? Я спрашиваю, Фёдор и приходил? Да. Где он? Кто? Фёдор где? А зачем он тебе? Ну и кто меня ищет? Ах, вот ты где. Гад! Федя! Федя! Люди! Ружьё! Быстро! Люди! Ты не ори, ты дура! Ружьё тащи! Слышишь? Не трогай! Ты меня понял? Я всё равно отсюда никуда не уеду! Я тебя по-хорошему прошу! Но это мы ещё посмотрим! А будешь дальше доставать, я тебе, Фёдор Никитич, больно сделаю! Да так, что ты на всю жизнь запомнишь! Понял? Испугал ежа голыми руками! Вверх! Пристрел! Молодец, Нюрка! Пусти ружьё! Забери своего психа! И валите отсюда! А то пристрелю обоих! Колька узнает, всё равно вам не жить! Любви захотелось, да? Молоденького! Тебя ж Бог уже покарал, мало! Ты семью всю нашу опозорила! По деревне пройти нельзя, люди пальцем тычут! Слюха, ты последняя мера! Что ты сказала? А что слышал, то и сказала! А от тебя прибавлю! Если завтра не уедешь, я дом спалю! Пойдём, Витя, пойдём! Слышали меня? Голубки! Пожалуйста! Колька меня поймёт! Я слов на ветер не бросаю! Вера! Ушли! Ружьё опусти! Чё? Чё глухло? Ружьё, говорю, опусти! Ушли! Там всё равно патронов нет! Давно уже! Вера! Ты что здесь делаешь? Пойдём в дом? Всё. Мы расстаёмся. Ну ты чего? А? Ты чего? Неужели их испугалась? Ну что ты? Подавай на развод. Поженимся, уедем. Куда? Ко мне в Горск. А Серёжа? Я не брошу его. Серёжа нет. А мы есть. Я всё равно не смогу жить с тобой. Вера! 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 Уезжай, прошу тебя! Мне стыдно, стыдно. Перед Серёжей стыдно. Зачем ты остался? Что тебе от меня надо? Любви? Ну какая может быть между нами любовь? Ведь взрослая замужняя женщина, а ты мальчишка. Сколько тебе? Двадцать, как моему Серёже. Я ведь матери тебе кашусь. Ну было между нами, было. Было и всплыло. Вера, ты что говоришь? Жениться на мне собрался. Ну давай, женись. А как ты будешь смотреть на меня лет через десять? У меня ведь морщин на лице будет больше, чем тебе лет. Я начну беситься, ревновать. Я ведь тебя знаю. А меня? Нет, мы и вправду с тобой не пара. Все, дорогой сынок, утром на поезд и в путь. Уходи. Уходи. Я в путь. Уходи. Уходи, я сейчас в путь к ней HeathcOr. Я грубался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через полчаса Мне один билет, пожалуйста Паспорт Получается, Серега из-за меня погиб Перестань Ты тут ни при чем Подлянка судьбы На, держи Там с обратной стороны мой мобильный Будешь в Питере, звони, не стесняйся Пожалуйста, до Питера Так до Питера или до Горска? До Питера В одну сторону А Витя уехал Оставил записку, мне только адрес И больше ничего Как чужие расстались Будто ничего и не было Ну и хорошо У него своя жизнь У меня своя Ладно, пойду А то пока до города доплетусь Ты же знаешь, я не люблю на работу опаздывать Да и отчет пора заканчивать Вовремя сдам премию Да тут А деньги мне нужны Поставлю тебе памятник красивый Ну, все, пошла До завтра До завтра Мебельная фабрика Наконец-то я до вас дозвонился С бухгалтерией Соедините, пожалуйста Бухгалтерия? Сенцову, будьте добры Веру Сергеевну Да, это опять я Нет? Странно, она что, на работу не ходит? А, понятно Ну, хорошо Хорошо, я не буду больше звонить Так ей передайте Не буду Никогда Все, точка Не хочет, не надо Как-нибудь без нее прожжу Молоток Выкини ее из головы Расслабься, Вить Не нервничай Здоровье побереги Оно тебе еще пригодится Романтик ты, Витя Надо же Из-за какой-то бабы так мучиться Да, если бы я по каждой с ума сходил Я бы и до тридцати не дотянул А у меня, знаешь, сколько их было Да и что она, блин, особенная, что ли? Все у нее, как у всех, отвечаю Перестань Ладно, ладно Только я ведь что-то не догоняю Ты в Питер что приехал, страдать? Так остался бы с ней Выгнала она меня, как мальчишку Понимаешь, испугалась и выгнала Кого испугалась? Себя Она старше меня Намного? Не имеет значения Понял? Что ты понял? Проблему Неравный брак Я тебя, Вить, от души поздравляю, что она тебя выгнала Ты теперь свободен А для мужика Свобода Главная Ты правильно сделал, что в Питер прикатил Тут я тебе доложу Баб молоденьких По самое не хочу И все мужиков подавай А где их взять столько? Ты у нас парень видный Мы тебе такую девочку найдем Пальчики оближешь А в любовь ведь Я давно не верю Да и никто не верит Ни один человек В целом мире Правильно французы говорят Любовь придумали русские, чтобы не платить Да и какая тут любовь В наше то время Кругом тоска и одиночество Я тут недавно в газете прочитал Один мужик просит президента Разрешить ему жениться на корове По любви Понимаешь? Полный абзац Приехали Я вон одну Любил, любил Не корову, конечно Челку До потери пульса любил Она меня Стерва Чуть до нитки не обобрала Все, хватит Я свое отлюбил Это ж Вика Совсем про нее забыл Вика Да Я тут одну симпатичную герлу Ненькой в Германию Устроил работать По доброте душевной Набегался с ее визой Будь здоров Только сегодня паспорт получил Открой ее, Витя Я пока с силами соберусь Я не смогла прийти раньше Извини Вика Витя Здравствуй, Викочка Здравствуй, курочка Цыпай-цыпай-цыпай-цыпай-цыпай Вот деньги? Спасибо Прости, что так поздно пришла Работа Уважительная причина А что за порогом стоишь? Заходи Не укушу Нет, я пойду Завтра улетать А я еще не собралась Да мы недолго Ну не бойся Просто посидим Выпьем на дорожку А то нам с Витей одиноко Нет Нет, говоришь Ну как скажешь А паспорт? Останешься, получишь Леша, не дури Верни ей паспорт А что она выеживается? Я прошу ее просто посидеть с нами Вежливо, между прочим Просто посидеть и все Брезгует? Ну не хочет она Отдай Сказал нет, значит нет Дело принципа Я на нее столько времени потратил А мне после этого никакого уважения Я, между прочим, за это деньги получил Деньги? Тьфу, копейки Леша А что это ты за нее заступаешься, а? Завтра объясню, когда протрезвеешь А мне сейчас интересно Она тут свой характер показывает А ты? Почему? Долго рассказывать Мне что, силой забрать? А? Попробуй Благородного из себя корчишь, да? Эта прошмандовка тебе дороже нашей дружбы Не смей ее так называть Хочу и буду, и ты мне не указ Пошел вон из моего дома Я уйду, но ты сначала паспорт вернешь Руки убери Хрен тебе, а не паспорт Спасибо, что приютила Да чего там? Это тебе спасибо за паспорт Ерунда Ладно, давай спать Мне рано вставать Поеду первым поездом Вить, ты не думай Я ждала тебя А потом Так получилось Он к нам в Горск По бизнесу приезжал Я с ним на дискотеке познакомилась Деньгами сорил Налево-направо Подарками осыпал Ну и рванулась за ним в Петербург Думала, любовь до гроба Провинциальная дура А тут выяснилось, что у него еще одна есть Но я чемодан в руку и бегом от него Из Питера уезжать не хотелось Устроилась в магазин Комнату сняла Вот Теперь решила в Германии смотаться Подзаработать Если честно, уезжать не хочется Да и оставаться тошно Ладно, спи Спокойной ночи Спокойной ночи Жених Поздравляю Серега Сынок Как ты здесь оказался? Увольнительную получил За отличную службу Дорогие Мама И Виктор Поздравляю вас с законным браком Желаю долгой семейной жизни Спасибо Спасибо, сынок Я же говорил, Вить Моя мать женщина во Добрая, хорошая Она тебя любит Очень любит И ты ее тоже, я знаю Будьте счастливы Горько Серега Серега А где Сережа? Где мой сын? Вот он Это не свадьба Это поминки Сережины поминки Уходи Уходи Витя Вера 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 Не спишь? Проснулась от твоего крика. Жуткий сон. Ты звал какую-то Веру? Давно куришь? Как стала жить в Питере? Угости. Вить, а кто это, Вера? Вера. Вера Сергеевна, мать моего погибшего друга Сереги Сенцова. Она живет в деревне недалеко от Забельска. Я после армии поехал навестить могилу Сереге. Но и остался. Мы полюбили друг друга и стали жить вместе, как муж и жена. Только вот теперь живем в Росе. Ага, в Росе так в Росе. Утром ты уедешь домой. Я улечу в Германию. И мы с тобой больше никогда не увидимся. Кто знает, может быть, где-нибудь, когда-нибудь. Витя. Витенька Витек. Появился и утек. Помнишь? Конечно. Витя. Витя. Что? А хочешь, я никуда не поеду. Останемся в Питере. Жить есть где. Устроишься на работу. Пожили друг без друга. Наделали глупости. Хватит. Нет, я здесь не останусь. Тогда... Можно я поеду с тобой? В Горск? А как же Вера? Я потерплю. Извини. Вика. Вика. Что? Вика. Вика. Иди ко мне. Иди ко мне. Надо же, всё купе наше. Да, повезло. Пожалуйста. Спасибо. Пойду за чай заплачу. Потом заплатишь. Не, ну, потом забуду. Вот, возьмите за чай. Угу. Скажите, в Забейске когда будем? В шесть утра. А сколько там поезд стоит? Три минуты. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok За водой бегал, пить хочется Прости меня, Сереженька, прости Сыночек ты мой дорогой Я только что узнала Врач сказал, что срок большой Надо на что-то решаться А на что решаться? Ты еще не спишь? Ложись, я сейчас по душе тоже лягу Почему так поздно? Работы было много Я звонила тебе, но ты была вне зоны доступа Представляешь, сегодня всем понадобилось такси И все хотели ехать исключительно за город А вчера, а позавчера куда-то ездила Это допрос? Нет, просто за те два месяца, что мы вместе Ты ни разу не пришел домой вовремя У меня, как тебе известно, ненормированный рабочий день Еще вопросы есть? Вот и хорошо Давай прекратим этот разговор Я зверски устал По какому случаю праздник? По случаю моего дня рождения Как? Разве сегодня? Да Вот черт Извини, пожалуйста Я почему-то решил, что завтра Еще думаю, вот здорово Завтра выходной Спокойно посидим, отметим Нет, Витя Мой день рождения сегодня Надо же Ну ты Подожди, не убирай со стола Зря старалась, что ли? Давай хоть по рюмочке За твое здоровье А завтра Доброе утро, друзья Это радио Рок 102 Мегагерца ФМ В студии Александр Александрович Это наша немеркнущая акция Настройся на летние подарки В течение каждого эфира Вить, заходи! Дверь открыта! Мне от плиты не отойти! Сейчас, и вопрос мой был следующего характера У Михаила Юрьевича Лермонова Герой нашего времени Пять частей Нужно было, собственно, перечислить название Этих пяти частей Классический вопрос Классический ответ У нас тут на линии... Здравствуйте 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 Простите Виктор Завьялов Здесь живет? Да А вы кто? Я Его знакомая Вера Сергеевна Вика Его жена Вам плохо? Проходите Что-то голова закружилась Заходите Пожалуйста Садитесь Я воды принесу Вот видите, это такие вопросы я не отвечаю Так что... Хорошо, я понял Я бы хотел попрошивать Я бы все задержал Дальше вопрос будет Из-за этого все Ой, господи Не волнуйтесь Все, дальше поет нас лесок Достоевский Все в этом... Вот Здорово, что вы правильно ответили Я вас с этим поздравляю Диск ваш Хорошего вам дня И надеюсь, хорошего настроения Спасибо огромное Спасибо Счастливо, всего доброго Спасибо Спасибо Может, в комнату пройдете? Не беспокойтесь Мне уже лучше Извините, я сейчас Что-то давать вам какие-то вопросы А у нас дальше Девчонный смотритель Метель, Пиковая дама Калеш, я сказал Другие Вы не совсем правы Потом Есть идея Что Пуцарь Петр Который Который Раб Но не уйдет Это повесть На самом деле Ответов совсем немного Вот про повесть Девчонный догадались Те Относились Федя Она исчезла Верка сбежала Как это? А вот так это Куда? К нему В Горск Куда же еще? Зойка сказала Зинке Что видела ее На станции Та садилась в поезд Зинка как узнала Сразу ко мне Че делать будем, Федь? Думать, Нюра Думать Говоришь, он в Горске живет Вика Вика Я тебя поздравляю Спасибо Горелым пахнет Пирог сгорел Ну ничего, будем праздновать без пирога Что-то случилось? Она была здесь Кто? Вера Какая Вера Вера Сергеевна Давно? Минут пять Куда она пошла? Не знаю Михаил Яруков Будут праздновать призы Ну а потом уже И завтра И послезавтра В пятницу У нас супер призы Так что будьте внимательны Следите за тем Что задают ведущие Какие вопросы Я думаю, что мы Будем повторять По классике Литературы Чтобы Все-таки Мы За тебя Спасибо Спасибо А как она тебе нашла? Я ей адрес оставил. Тебе, Вить, надо решиться на что-то. Прямо сейчас. На что? На что я должен решиться? Субтитры сделал DimaTorzok Извини, у тебя сегодня день рождения? День рождения был вчера. Это не имеет никакого значения. За тебя. За меня уже пили. Давай за нас? За нас. Представляешь, у меня пирог сгорел. Поставила его в духовку, а тут в дверь позвонили. Побежала открывать. А про пирог совсем забыла. Картошку нести? Не надо. Ну все, Вить, хватит. Иди. Она наверняка на вокзале, еще успеешь. Не мучай ни меня, ни себя. Я провожу ее и вернусь. Все же мать моего армейского друга. Как-то неудобно. Вот увидишь. Провожу и тут же вернусь. Проводи, Вить. Проводи. Спасибо. За что? За то, что ты такая. Какая? Хорошая и умная. А мне ничего другого и не остается. Ты пока поставь чайник, я к чаю вернусь. Беги. А то опоздаешь. Я мигом. Витя, Витенька, Витюк. Появился и утек. Проходите, пожалуйста. Бера! Бера! Федь. Ну? А что Кулькины бандиты с ними сделают, когда найдут? Что захотят, то сделают. Господи. Что ты? Представила, как они с ними расправляются. Заслужили. Жалко ее. Кого? Верку-то? Чего ей жалеть, измечиться? Трудно ей, сколько лет без мужика одна. Не знаю, что б я делала, случись с тобой такое. Не понял ты о чем? Ну, если б тебя посадили. Типун тебе на язык. Дура. А че в жизни все может быть? Нашла б себе пионера какого-нибудь. Жили бы с ним душа в душу и померли бы в один день. Ещё Серёжкина смерть. Федь. Ну? Погоди ты, этих душегубов звать. Чего ты сегодня? Не будем брать грех на душу. Само всё устаканится. Она с ним попрощаться, похоже, поехала точку поставить. Жила ведь без него и дальше будет. Вернётся завтра, сердцем чую. А если не вернётся? А вот тогда, Федь, я с этими ребятами сама к ним поеду. Ладно. Уговорила. Суд удаляется на совещание, приговор откладывается. Нюра! Нюра! Господи, да где ты, зараза? Нюрка! Нет её! Ой, Федя! Чё тебе? Они вернулись. Кто? Ну кто? Выйди ты на улицу, посмотри! Да быстрее! Ну быстрее! Всё, концерт окончен. Домой иди. Федь, так а с ними-то чё делать будем? Нет, не твоя забота. У тебя вон коза недоинная. Лето кончается. Угу. Витя. Витя. Что? А вы с Викой были женаты? Нет, мы так жили. Как мы? Мы не так. Вера. Что? А крыша у сарая течёт? Нет. А на доме? Тоже. Витя. Что? Можешь меня поздравить? С чем? Можешь меня поздравить? Отчёт сдала вовремя. Молодец. Премию дали. Теперь на Серёжину памятник точно хватит. Всего два месяца прошло, как мы расстались. А кажется, целая жизнь. Да. Витя. А как ты узнал мой рабочий телефон? Кто же не знает Замбельскую мебельную фабрику? Сама говорила. Она на всю Россию славится. Значит, правду говорила. Ты лучше скажи, почему к телефону не подходила? Боялась. Боялась. Чего? Твой голос услышать. Глупая. Витя, а знаешь, почему я к тебе поехала? Сказать. Слышишь, Витя? На озере. Лодка целая? Целая. А тогда поплыли. Куда? На тот берег. Отвезёшь? Штука твоя. Деньги вперёд. Полчаса от тебя дожидаюсь, а магазин, между прочим, до шести. А тебе, Нюра, сейчас не в магазин надо, а в аптеку, пока она не закрылась. Чего? Зачем это мне в аптеку? Пузырь валерьянки купить. Ага. Иначе тебя к Андратьям хватит. Чё ты болтаешь-то? Как всегда. А я, Нюра, не болтаю. Я, Нюра, знаю. Ну, и чё ты знаешь? Была я сегодня в поликлинике у гинеколога на проверке. И чё он тебе такого сказал? Она сказала мне по секрету, конечно, что Верка ваша. Ну? Что у Верки вашей. Что у ней? У ней, Нюра, как раз всё хорошо. Беременность её протекает гладко. А я тебя, Нюр, честно предупреждала. Насчёт валерьянки-то. Ты говоришь, как всегда? Дура ты, Нюрка. Вздумала со мной тягаться? Я обиды не прощаю. Хорош, приплыли. Слушай, вёсла. Тебя же предупреждали. Тебя опросили как человека. Отвали. А? Ну-ка дай-ка ему. Дай, дай. Значит так, солдат. Слушай мою команду. Сегодня же линяешь отсюда, и чтоб мы больше о тебе не слышали. Понял? А если, не дай бог, нам придётся ещё раз смотать такую дарь, то будь спок. Мы зря не приедем. Козёл. Не заработал. Это правда? Ты о чём? Что забрюхатело. Значит, правда. Я люблю его. Ничего, с ним разберутся. Только попробуйте его тронуть. Что ты угрожаешь мне? Федь, ну чё? Не лезь. Скажи только, Верка, я вправду беременна? Ну, пойди. Вот тварь. Ну, надо же, чё учудила. А я сучку ещё жалела. Детей захотелось. Серёжки было мало. Вот грех-то какой. Ну, чё с ней делать-то, а? Чё делать? Принесла? Чё? Через плечо. Конечно, принесла. Федь! Федь, я её у Зойки на прилавке забыла! Эта стерва мне все мозги засрала! Я сейчас, Федь! Сейчас! Федь, я её ухожу. Есть, Федя! Есть! Давай. Ты куда это собрался? Не твое дело, в дом иди. Как это не мое? Федь, ты че? Посадят тебя. Федь. Федь, не пущу. Уйди. 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 Продолжение следует... Идя! Иди-ка! Все у нас будет хорошо! Слышишь? Все у нас будет хорошо! Я разберусь, мы поженимся! А скоро у нас родится сын! Мы любим друг друга! А это главное! Музыка 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 Музыка